Несколько вопросов. Как поступать христианину, когда не возвращают деньги, которые просили, очень занять? Можно ли напоминать об этом? Друзья, напоминать можно, но требовать назад Библия не рекомендует. Написано, если дал взаймы, не требуй назад, а напомнить можно. Я по жизни стараюсь и не напоминать, когда я кому-то занимал, и не напоминать стараюсь. Но если напомнить, чтобы элемент требования отсутствовал, просто напомнить аккуратно. И быть готовым, что вас вам не отдадут. И вообще, друзья, когда занимаем деньги, надо быть готовым, что не отдадут. Тогда радости будет больше, когда отдают. Вопрос такой. Как вы понимаете, добрая и чистая совесть – это одно и то же, или это разные понятия? Может ли совесть быть добрая, но не чистой? И второй вопрос в этой же записке. В 118-м псалме много раз упомянуты слова «заповеди», «повеления», «откровения» и «уставы». Есть ли разница между ними? И здесь же вопрос, под вопрос такой. Что такое откровения Божьи и как можно их получать? Друзья, на этот вопрос коротко ответить трудно. Я постараюсь коротко. Вообще, добрый и чистый – это не одно и то же. Ну, например, в притче о Сейтеле четвертая почва написано «и хранит его в добром и чистом сердце». Друзья, доброта подчеркивает отношение к людям, а чистота подчеркивает отношение ко греху. Тем не менее, друзья, старый вариант русского языка «добрый» означает «хороший». И поэтому в нашей Библии довольно часто под словом «добрый» имеется в виду «хороший». И поэтому добрая и чистая совесть, я понимаю, что это совесть, которая находится в праве. В 17-м псалме – заповеди, повеления, откровения. Друзья, речь идет об одном и том же. Речь идет о Слове Божьем. Если принципиально, что такое откровение? Это откровение, которое Бог дает человеку. Бог может давать через Слово откровение, но не только через Слово. Задача пророка была – он должен быть способен получать откровение от Бога и передавать откровение людям. Как получать откровение от Бога нам, братья и сестры? Во-первых, сердце должно быть чистым. Для того, чтобы слышать голос Бога, понимать его откровение, наше состояние к этому должно быть приготовлено. Затем мы должны слушать Бога внимательно, потому что Бог, Он не шумит очень. Бог говорит тихо. Но я, друзья, эту мысль хочу подтвердить одним библейским примером. Когда Илья был в пещере, то ему Бог сказал, «Стань на вершине горы, и будет большой и сильный ветер, разрушающий горы и сокрушающий скалы, но не в ветре, Господь. Затем будет землетрясение, но не в землетрясении, Господь. Будет огонь не в огне, Господь, а после огня будет веяние тихого ветра». Друзья, чтобы получать Божие откровения, нужно быть внимательным, то есть нужно прислушаться к тому, что Бог говорит. И нужно быть готовым это исполнить. И тогда получать Божие откровения – это будет нормальная практика нашей жизни. Сколько в Братстве членов и сотрудников Совета Церквей? Вы их всех знаете? Я их всех знаю. У нас 20 человек – члены Совета Церквей и 25 сотрудников Совета Церквей. От вашего объединения членом Совета Церквей является Павел Николаевич Ситковский, сотрудниками Совета Церквей – Заяц Евгений Васильевич и Крыгин Павел. Не помню, как у него отчество. Но все равно я хоть отчество не помню, но я его тоже знаю. И теперь вопрос такой. Что вы скажете об Алексея Коломийцев и о его проповедях, а также о Пол Вошере и Джон Пайпер? Есть ли какая информация? Я их всех знаю. Друзья, они неплохие проповедники, хорошие проповедники, но они все придерживаются кальвинистских взглядов. И теперь записка, я его прочитывать не буду, потому что здесь написано не для прочтения. Я перескажу, она довольно длинная. В мировом баптизме есть две позиции. Это одна позиция в плане предопределения ко спасению, избрания предопределения ко спасению. Одна позиция – это позиция кальвинизм. Так она называется по имени человека, который дал направление этому в богословии, а вторая – армянинство, тоже по имени другого человека. И здесь в отношении Совета Церквей. Друзья, Совет Церквей не придерживается абсолютно баптистов, простите, позиции кальвинизма. И армянинство частично. Частично. Но здесь в записке написано, что неправильно ли было бы нам в этом направлении работать, проповеди готовить, статьи в журнале или, скажем, выпускать брошюры с тем, чтобы воспитывать наш народ, что в смысле богословия мы правильно были наставлены. Я одобряю точку зрения, которая написана в этой записке. Думаю, что нам в этом направлении надо работать, чтобы в смысле фундамента нашего вероучения мы были хорошо наставлены. Я вам дам рекомендацию, братья и сестры. Постарайтесь разыскать материал вероучения евангельских христиан-баптистов, который издавался в нашем братстве. И этот материал изучить. Я поясню, почему. Однажды я был в семинаре руководителей молодежи. Я в то время был в братстве ответственный за молодежный отдел. И в одном из объединений братства собралось около ста человек руководителей молодежи. Ну и я вел определенную тему. И я задаю вопрос. Братья, поднимите руку, у кого есть брошюра вероучения евангельских христиан-баптистов. В руку почти все подняли. Ну потом опустили. Я прошу, поднимите руку, кто ее прочитал. И было поднято всего три руки. Из руководителей молодежи всего три человека, кто прочли вероучения евангельских христиан-баптистов. После этого я приехал домой. И я своими силами в нашей церкви, мы распечатали много этих книг, раздали всем членам нашей церкви. И мы прошли в течение нескольких месяцев в церкви, изучили вероучения нашего братства. А затем у нас был молодежный лагерь. Собрано было около тысячи человек. И мы каждый день изучали вероучения нашего братства. Это было на вечерних собраниях. У каждого рука была брошюра. Там разрешалось сделать записи в этой брошюре. То есть она была специально подготовлена. И мы на уровне Краснодарского края изучили с молодежью вероучения. Братья и сестры, я убежден, что мы должны знать наше вероучение. Мы должны быть наставлены. Помните, Лука писал Феофилу, он написал так, чтобы ты знал точно, твердое основание тому учения, в котором был наставлен. И последний вопрос такой. Ну, я не знаю, как она попала, эта записка. Кто-то мне в руку дал, надо же. Может ли человек быть рожденным свыше, если не полностью прочитал Библию? Друзья, я считаю, что может человек родиться свыше, если он даже не полностью прочитал Иван Илья. Дух Святой может коснуться сердца человека. Я знаю один случай. Человек первый раз в жизни пришел на собрание. Первый раз в жизни. Он никогда не держал Евангелие в руках. И во время проповеди Дух Святой его коснулся, и он покаялся, и родился свыше. А Евангелие и Библию прочитал потом. Тем не менее, я одобряю, в некоторых церквях, прежде чем преподать крещение, держится направление такое, что крещаемый должен прочесть Библию. Я это одобряю. Хотя у нас в церкви не так. И еще вопрос такой. Вера и мечта – это одно и то же или нет? Чем отличаются? Если да, то чем они схожи? Друзья, я не буду чем отличаться, но вера и мечта – это самые разные понятия. Человек может мечтать и не получить то, о чем мечтает. А если человек верит, и если это вера настоящая от Бога, то человек получит то, чему он верит.